Привет, друзья! Сегодня у нас интереснейшая тема о том, как живется бездомным животным в Турции. Я знаю, что во многих цивилизованных странах такого понятия вообще не существует. Все животные распределены и счастливо проживают в питомниках и ждут своих новых хозяев. Турция стремится в Евросоюз, с одной стороны, а с другой стороны, это страна верующих людей. И есть притча о том, как когда-то пророк, проходя своей дружиной в горах, увидел на узкой тропе беременную кошку, отдыхающую, и велел своим воинам обойти ее другой. Дорогой, чтобы не побеспокоить. Итак, посмотрим. Вот так на каждом углу буквально муниципальные служащие Алании ставят водичку для бездомных животных и насыпают корм. Но сейчас рано утром мы с вами все это снимаем и видим, и корм уже отсутствует. Все кошечки его съели. Ну что ж, приятного аппетита! Вот здесь водичку кто-то поставил. Молодцы все-таки турки. Иностранцы, гости, которые живут, очень за этим следят. Чтобы везде были, буквально на каждой перекрестке, практически возле каждого комплекса, чтобы была водичка. И да, привет! Здесь мы сидим, ждем завтрака, да? Вот так. Нет, я пока ничего не принесла. Сейчас подождете вашу какую-то маму. Она вам сейчас все принесет. Посмотреть не хочешь. Все, я тебе неинтересна. Ну ладно. Вот так. Ай, ты хорошая позируешь. Киська, молодец. Киська, вот такая ты девчонка, трехцветная. Ой, хорошенькая. А, вот здесь вас кормят, да? На этом углу. Поэтому ты мне показываешь, что пора вы позавтракать. Он еще один в ожидании. Сейчас вам принесут. Водичка стоит полная. Да, да, да. Здесь показывает мне все. Отличный актер у меня до сюжета, да? Ах, ты хорошая. Вот тут прогуливаясь каждое утро, когда я иду на зарядку, я обратила внимание, как быстро вырос вот этот великолепный новый дом. Буквально несколько месяцев. Вот так турки строят, друзья. Очень быстро, очень качественно. Без выходных. Даже в дни карантина, видите? Какой красавец. Скоро будет сдан в эксплуатацию. Кися, они все сговорились сегодня, эти кошки. Он тут такое только что исполнял, пока я камеру не взяла. Видимо, они передали по своей кошачьей почте, что я тут веду съемочку, да? Давай, исполни еще что-нибудь. Давай, давай, давай. Давай, чтобы люди увидели какой-то артист. И они приходят, не исполняют номера. Это вообще удивительно что-то. Давай. Или просто у них сегодня хорошее настроение. Давай. Давай, покажи, как ты на дерево сбирался. Ох ты охотник. Ох ты охотник какой. Давай, продемонстрируй. Давай. Давай, покажи, как ты на дерево только что прыгаешь. Вот так, вот так, вот так. Вот так ты козлом умеешь. Ты сделаешь засаду. Молодец. Молодец, пятерка тебе. Вот так он убил. Вот, о, о, на дерево. Кот-прыгун. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все, молодец. 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 Ты был на сегодняшний момент лучшей. Молодец. Вот это кот. Это охотничий кот. Вот у нас еще кошачий дом здесь есть. Это недалеко от пляжа Клеопатры. Пляж номер 6. О, какие вы тут красавцы. Ох, они прям вот, вот ей-бога не знаю, что я их снимаю, что я пришла не просто так. Никогда в жизни они не проявляют такого интереса. Но идет с вещей, как и идет. Ну, что за животное такое удивительное, эти кошки. Да? Ох, вы тут собрались у меня все. Ох, вы все хотите в камеру. Вы хотите быть артистом. Ой, молодцы. Ой, молодцы. Молодняк подрастающий. Идет сейчас полив. Я вам покажу сейчас их домик. Вот он, кошачий домик. Здесь немножко налилось воды. Все сейчас это поменяют. Очень щедро. Очень щедро их кормят, за ними следят. Ну, прямо вот вообще им тут же туха, все, что надо. Вот у них дом. Тут прям целые квартиры. Обратите внимание. Все правила написаны. Ого. Вон кто-то там спит. Вон кто-то. Ну, покажи. Иди сюда, свою мордочку покажи нам. Вон ты там в одеяльце, да? В одеяльце ты. Покажи мордяку. Покажись. Иди сюда. Там лапку только видно. Чисто у них тут. На свежем воздухе, без запахов, без никаких. Все, водичка стоит, корм сейчас свежий принесут. Вот правила. Про больных животных. Про все, все написано. Да, маленький, он там вглядывает. Про уголовную ответственность. Если кто-то вздумает обижать котят. Да, вот ты там где спрятался. Ты еще не проснулся? Ой, ты малыш. Ой, ты малыш. Мячик принесли, а как же. Так, иди сюда ближе, давай. Будем знакомиться. Давай? Расскажи, как тебя зовут? Меня зовут Елена, а тебя? Я поняла. Вот так ты продемонстрировал, как ты умеешь. Ну, хорошо. Бувай. Вот еще один кошачий дом. Тоже на пляже Клеопатрии. Но это уже другой номер. Вот, можно заглянуть сейчас. Тут что мы увидим? Подушечки. Вот тут обычно корм кладут. Каждое утро. Просто сейчас не время. Только что закончился автополив. Водичка иногда размывает корм. Ну, а здесь остатки. Уже завтракали. Или это сужено у них так. Вон море вдалеке. О, сейчас будет хуже еще чистить бассейн, фонтан. Итак, друзья. Согласно законодательству Турции, все улицы, все парки, скверы, полисадники, все придомовые территории, это есть среда обитания животных. Будь то домашние вышли на прогулку. Или это животные, которые вообще проживают на этих улицах. Это сфера их обитания. Обижать животных. Препятствовать их кормлению, размножению, препятствовать нормальному их проживанию на улицах запрещено законами Турции. За это наступает уголовная ответственность. Это предупреждение всем, кто приезжает в Турцию и не знает этих законов. Ну, для нормальных людей, нормальных в прямом смысле слова, в единственном смысле слова, эти законы знать не обязательно. Мы никогда с вами не обидим братьев наших меньше. Каждый день в определенное время кто-то из муниципальных работников, служащих, развозит по наиболее активным перекресткам, активным для животных, для их передвижения, эти места изучены. Развозит бесплатный корм, наливает им водичку с тем, чтобы животные не голодали. Вот создаются такие приюты, как мы с вами только что видели. Ну и в этом смысле Турция, как и во многих других своих смыслах, великолепна. Вот еще одна моя подруга. Мы с ней часто и видимся по утрам. Ну давай, посмотри на мне, кс. Давай, ухом ведешь своим. Оно тут давно живет. После зубной клиники. Ну посмотри, ну пожалуйста. Ну кися. Кися. И магазина женского белья. Вот такая вальяжная кошечка. Ну и запрещение, друзья. Несколько моих картин и стихи о животных. Не обижайте животных. Души неубожие, дужи. Души в обличье плотно. Меха или пуха, или кожи. Души с глазами живыми. Томными, глупыми, хитрыми, добрыми очень и злыми. Их принимайте своими. Живность, что Богом здесь создано. Даже в целях творения вами пока не осознанно. Пока, друзья. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!